Путь перемен, достойную жизнь каждому. Ход реализации дорожной карты по выполнению предвыборной программы партии Нур-Отан был обсужден на заседании Бюро политического совета регионального филиала партии. Мероприятие прошло под председательством Акима области Ондасона Уразалина. В заседании приняли участие члены Бюро политсовета и регионального общественного совета, руководители департаментов и управлений области Акимы города и районов. В регионе ставится важнейшая задача – выполнить предвыборные обещания и оправдать доверие населения. И в этом направлении проводится большая работа. Так, в рамках дорожной карты с начала года было введено более 488 тысяч квадратных метров жилья. Немаловажной задачей является искоренение безработицы. В этой связи было создано 26 427 новых рабочих мест. Мы очень четко отслеживаем исполнение предвыборной программы Нур-Отан в нашей области. С начала года в нашем регионе было запущено 33 предприятия. Из них это три школы, четыре детских сада, один сельский клуб, три спортивных центра, а также ряд предприятий, создателями, которые являются предприниматели Актюбинской области. Это заготовочные цеха, фермы, также завод по производству строительных материалов. Кроме того, заработал цех по производству молочной продукции. Открылись откормочные площадки, овощехранилища и теплица. В городе Кандагаш введены в эксплуатацию центр гемодиализа, мебельный цех, цех по производству жидкого мыла, строительный магазин, аптека. До сегодняшнего дня реализованы 443 показателя дорожной карты. Общественные советы, созданные в рамках дорожной карты, вносят свой вклад в ее реализацию. Члены совета качественно выполняют свою работу. Проведено 37 заседаний областных советов и 288 заседаний территориальных советов. Направлено 526 предложений госорганы. Члены фракции и советов проводят мониторинг объектов, вводимых в районах в рамках дорожной карты. В дальнейшем своевременная и качественная реализация наших обещаний также будет на строгом партийном контроле. В связи с тем, что в рамках предвыборной программы проводится масштабная работа и имеется ряд проблем. На совещании об этом было открыто сказано. Партийный выговор объявлен руководителю управления патажистского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбеку Кайеру, руководителю управления ветеринарией Актюбинской области Кусаину Сарсимбаю, Акиму Байганинского района Кайрату Утарову, допустившим недостатки в реализации предвыборной программы партии. Аким области напомню, что теперь государственным служащим, допустившим подобные ошибки, будут применены строгие дисциплинарные взыскания. Предвыборная программа партии состоит из конкретных проектов, необходимых населению. Поэтому мы должны работать над повышением потенциала страны, улучшением качества жизни и благосостояния каждого жителя путем своевременного качественного выполнения индикаторов. Наша основная задача – выполнить предвыборные обещания и оправдать доверие избирателей. Подводя итоги заседания, глава региона поручил всем Акимам районов, городов и руководителям ответственно подойти к этому делу.